Всем привет! Я продолжаю свои раскопки. Вот дальше копаю, стою. Уже много перекопала. Я вчера, когда копала, вышел Сергей, увидел, что я копаю. Говорит, ничего себе, это тут задумала копать. Я говорю, ну да, надо раскопать. Еще у нас вот тут куча земли была. Говорит, тоже ей надо разнести. Ну вот тут вот. В итоге Сергей взял тележку, вот эту кучу земли мне туда в песок перевез. Я вон там буду сейчас смешивать это все дело. Потом, я говорю, еще нужно земли вот с той стороны участка, вот у нас кусочек еще оставался, тоже там камни были. И, говорю, надо вот туда камни убрать и землю закинуть. И он тоже это все сделал, снял слой камней и вот эту вот землю раскидал еще туда. Я там вчера уже посадила. Опять же, газон вот этот вот мой британский. Так что у нас потихоньку дела идут. Вот тут начинают распускаться бархатцы. Вот тут я смотрю. Две цинии вылезло. И вот тут, может быть, ну вот я думала вчера, что это циния, а сейчас вижу, походу, это не циния, это газон. Ну не знаю. Ну, в общем, две вылезло. А вот еще, по-моему, одна вылезла. Короче, жду, никак не дождусь. Если не дождусь, то посажу еще раз. Вот семена. Ну, надеюсь, что тут еще пролезет что-нибудь. Газона вот тут я так и не вижу. Ничего нет. Действительно, наверное, все муравьи растаскали. Ну вот вчера я посадила... Смотри, ромашки прям поражают. Ромашки выросли, которые дети втыкали. Вообще замечательно. Так цветут хорошо. В общем, тут тоже бархатцы начали цвести. Вот тут вот маленький участок. Закидали землей. О, окурок уже лежит. Вот кто-то шел, окурок бросил. Закидали землей, и я сюда газон рассыпала. Мавританский. Необычно, а мавританский он. Там типа травка и цветочки. Ой, будь здорова. И все это хорошо пролила. Надеюсь, что тут газончик вырастет. Ну, будет аккуратно, по крайней мере. А потом, может быть, сюда пионы вкопаю. А может быть, еще что-нибудь придумаем. Какой-нибудь черный смарыводин. Но пока хотя бы пусть ровненько, аккуратно будет. А то тут такие строительные камни были серые. Вот такие вот дела. Ну, в общем, я сейчас продолжаю вот там копать, выравнивать. Вон там участок. Осталось совсем немножечко. Дел на часок, может быть, осталось. Вот, вот досюда надо докопать. Потом все это тоже газоном закидаю. Но газон еще мне надо купить. Он у меня закончился. Тут хочу обычный газон закидать. Не мавританский, обычный. Ну, просто, чтобы травка ровненькая росла. Не обязательно, чтобы вот прям как газон-газон. Там вот идеально ровно. Просто хоть немножечко ровно и красиво было. Вот такие вот дела. Вот чем занимаемся мы на выходных. Я сейчас с Сашей ходила в стоматологии. Вот знаете, четвертый сын, но каждый раз что-то новенькое узнаешь. Мне сейчас категорически запретили ночные кормления. Говорят, ночью это еда. Саша, сказали, чтобы ночью ты вообще не ел. Ночью это еда. А еда ночная это налет, это раннее образование кариеса и так далее. Короче, запретили ночью ребенка кормить. Говорят, что это плохо. Нет, с зубами у нас все хорошо сейчас. Ну, просто сказали, что ночные кормления это плохо. И я говорю, вы знаете, у меня четвертый сын, и все по ночам просыпались. И все просили там смесь или грудь ночью даешь. Вы мне прям открытие какое-то сделали. Она говорит, ну да, это вот правильно. Ночью можно только водичку. А еду не надо давать. Это ночной какой-то кариес, или не помню, какое выражение она сказала. Ну, короче, нельзя, оказывается, ночью есть. Это очень плохо. Я, если честно, вот даже не представляю, как можно ребенка ночью не кормить, если он просыпается и просит есть. Ну, то есть вот он проснулся, он плачет, кричит явно, он хочет есть. И что делать? Водичку дать попить, и все. А, какой он уснет, он никак не уснет. Саш, мы сейчас поедем, Саша. Да, не плачь. Сейчас поедем, ручку сюда давай засовывай. Заехали сейчас на почту. Забрали. С Азон заказывали баллон гелия, но почему-то он приезжает именно на почту, не на функт выдачи Азон. Еще зашла в магазин, купила грунт для картосов и сиркулентов. Еще в садик папа зашел, забрал Степку сейчас из детского сада. Жарко, да, сегодня Степ? А что-то Степ в это, в футболочке садиковской, не переоделся. В другой футболке должен быть на улице. Заехала еще сейчас в Альберс, забрала заказ. Вот такие вот бумажечки для фотоаппарата, для Степкиного, которые с моментальной печатью. Покупаю все-таки вот такие рулончики. Потому что я взяла как-то чеки из магазина, да, печатается, но оказывается чеки вредны. Их нельзя много трогать. Я посмотрела эту информацию, оказывается, действительно, чеки вредные. И в них какое-то вещество содержится, которое при контакте с кожей проникает. Короче, теперь покупаю вот реальную фотобумагу. Она недорого стоит. Там вот 4 рулона тут стоит, по-моему, что-то 180, что ли, рублей. Ну, в общем, на Альберс их очень много. И еще мы заехали на почту, получили посылку с Джум. Вот у Джум интересно упаковывать сначала несколько посылок в одну. А потом только, будь здоров, отправляют покупателю. Видите? То есть они сначала собирают с разных продавцов посылки, а потом отправляют. У меня тут несколько вот заказов. Так, тут я заказала стельки одни. Заказала костюм для Никиты. Это футболка и шорты. Должны быть, ну, что-то рисунок такой бледный. А, это пакет, что ли, такой? В общем, сейчас достану, посмотрю. Должны быть черные тут очки нарисованные. Сама футболка серая. И шорты какие-то такие серенькие, что ли, я заказывала. И вот такие вот тапки. Тоже заказывала для Никиты. Думала, может быть, тут во дворе будут ходить. Может быть, в бассейн с собой возьмет. В общем, такие резиновые тапки нам везде нужны. Поэтому вот заказала 37-36. Размер вообще 37 у Никиты сейчас. У меня 36, а у Никиты 37. Перерос меня. Хотя вот тапки, может быть, ему и 36 будет как раз. Сейчас померяем. Прикольные тапочки с котиком. О, слушайте, я достала шорты. Мне нравится такой материал. Он, знаете, прям плотный. И не воняет Китаю. Интересно. С одной стороны шортики тонкие, но с другой стороны вот материал прям плотный-плотный. Класс. Надеюсь, Никите будет как раз. Вообще, в Китае все вещи маломешки, поэтому я заказываю размеры вот всегда прям побольше прилично. Поэтому может быть большой. Никита тут быстренько переоделся. Ну-ка, покрутись. Да ничего, так в принципе нормально. И сейчас можно ходить. Дай-ка. Ну-ка, повернись еще раз. Да повернись, говорю, а не покрутись. Повернись мне. Попу надо посмотреть. Ой, резинка нормальная как раз. Вообще широко удобная резинка. Карманы есть. Ну, отлично. Ну, маленькие. Нет, нормально тебе. Я думала, шорты большие будут. Все отлично вообще. Я люблю, которые... А, ты любишь, когда карманы по колено, да? Ну, маленькие, просто чтобы руки положить, а не телефон. Нормально. Отлично. Возьмешь с собой тоже в лагерь. Тапки тоже нормально. Так, тут Сергей начал детскую площадку делать. Там уже убрал весь песок. Вкручивает столбы, там цемент месил сегодня ставил, там какие-то опоры. В общем, стройка у нас началась. Стройка детской площадки. Прыжки на попу 17 раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Говорит, могу бесконечно так прыгать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Уже больше сделал, чем надо. У нас батут начал гнуться. Вот там вот палочка, которая держит сетку. Вот-вот, да, согнулась. Короче, скоро нам, наверное, придется новый батут покупать. На функционал, конечно, не влияет. Это просто сетку держит. Но они иногда на этой сетке вешаются. Вот тут палка одна согнулась. Ну, все-таки, ничто не вечно. Мы этот батут брали, когда сюда только переехали. Мы переехали в сентябре, а купили его на следующий год, в июне. Никитина день рождения. То есть, этому батуту у нас выходит три года. Вот за три года начал ломаться потихонечку. Это мы батут в Вобе брали. Мы заказали сазон, нам привезли весь поломанный. Мы делали возврат. И в итоге взяли потом в Вобе. Ой, тихо, поползь тут. Кто тут приполз? Да, скажи, это я такой ползу в белой футболочке по грязи. Аккуратно, Саш, давай. Поползь дальше. Его ничего не останавливает. Сейчас все это переползет. Мне только ловить. Да, Саш. Хочет папе помогать. Так, это не острое? Да нет. Покажу, что тут на участке изменилось у нас. Ну, особо ничего не изменилось. Вот тут мы посадили кукурузу и огурчики. Четыре огурца я воткнула. Не знаю, какие прорастут. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, аж восемь кукуруз воткнула. Но решила все-таки на этом же месте делать, потому что у нас вот тут сверху в прошлом году Сергей делал для того, чтобы огурцы подвязывать. Вот такую вот перекладину. Ну, пусть тут и будет, подумала я. Ирисы уже вот отцвели у нас почти. А посмотрите, сколько в этом году будет яблок. Я вообще в шоке. Много-много яблочек, при том это ветки, которые дедушку прививал в прошлом году. То есть это разные сорта. Видите, уже видно, что тут вот красный с зеленым. Тут вот какие-то другие. Очень много яблок. Если они все поспеют, это будет очень классно. Но тут вот вообще какая-то чистая красная. Хотя похоже вот на то. Короче, тут должны быть разные ветки. Вот тут вот была прививка. Вот тут вообще зелененькие яблочки. Вот тут у нас была прививка. одна. Вот тут другая прививка. В общем, ветки разных сортов тут. У нас уже вечер. Почти десять. Но дети не идут спать, потому что хотят именно сегодня доделать этот пазл. Но сегодня не получится. Давай завтра, да, я тоже говорю, давай завтра доделаем. Никита никак не переоденется. Миша тоже. Но уже почти собрали. Мы его, выходит, две недели собирали. Но был момент, что он у нас упал. И приходилось заново собирать. Мы сегодня с Никитой ходили в поликлинику. Никита вон там сидит. Калера так читает. Там Сашка. В общем, с Сашей ходили по поводу годика. Мы в годик не ходили. Сейчас вот пошли, сходили. И Никите в лагерь. Обменную карту я взяла в школе. Туда в поликлинику отнесла. Ее там заполнили. В общем, Никита к лагере, можно сказать, готов. Но мы хотели сейчас еще зайти в магазин. Но я забыла коляску. А у меня в коляске там и кепки, и влажные салфетки, и ботинки для Саши. Ну, в общем, все в коляске лежали. И я рядом с машиной там ее дома благополучно и оставила. Забыла положить в багажник. Поэтому, думаю, наверное, все это отменяется. У нас переносится на завтра. Завтра пойдем. Для меня это впервые. Я не знаю, что точно нужно. Но нам дали список. И там написано, что нужно положить. И я думаю, все возьмем. Еще у Олега спросил, говорю, Олег, ты там был уже? Ну, друга Никиты, что нужно точно взять? Он говорит, повербанк. Потому что телефон можно заряжать только у вожатых. И очень неудобно то, что телефон быстро садится. Но, с другой стороны, у меня есть повербанк, который можно дать. Так что не знаю. Никита, тебе дать повербанк? Нет? Ты что там лежишь? В телефоне он лежит. Я думаю, не надо ему никакой повербанк. Пусть, наоборот, там больше гуляют, общаются. Телефон можно зарядить на день. Ну, на ночь к вожатым типа относят, заряжают, а потом днем и пользуются. Ну, как-то так. Заказала я сейчас доставку в Сбермаркет. Это я пытаюсь ее тут разобрать вместе с Сашей. Много чего заказала. Заказала много средств от комаров. Что тут интересного? Вот такие вот салфеточки заказала. Это я доставку с Бермаркет заказывала из Ашана. В Ашане, оказывается, продаются вот такие вот салфетки. Это производство, вот смотрю, Simuland. Стоит она такая, одна штучка, по-моему, 11 рублей. Эта салфетка до трех часов должна защищать с различными эфирными маслами. Вот мне интересно, можно ли ее для маленьких совсем детей использовать или нет. В общем, ничего не могу снять, потому что мне Сашка все время активничает. Он кричит громко, а я когда что-то говорю, меня просто не слышно. Так, тут Никите в лагере заказала после укусов. Вообще у нас после укусов октагель, он классный, но я Никите в лагере не буду давать. Вот заказала вот такую вот маленькую штучку. Возьмет с собой. Потом с собой еще возьмет крем, попросили, бальзам. А, нет, нет, это тоже после укусов. Так, а где же? Долг, слушайте, а мне его, наверное, не положили. Что-то она звонила, говорила нет. А я не обратила внимания, что нет. Ну, значит, дам Никите вот такой вот спрей от комаров с собой. Или салфетки вот дам тогда, вот эти вот. Так, что еще я тут заказала? Два салата. Кстати, тот салат, который я последний покупала, я обрезала, воткнула в землю. И он там начал расти у меня на грядке, так что эти тоже обрежу, воткну в землю. Все получается. Потом тут я заказала тоже, ну, Никите тоже с собой влаги дам. Арахис, батончики, мюсли. Еще арахис. Вот такой арахис. Такой, одну себе оставлю, одну Никите дам. И вот такие вот звездочки с ушки. Потом здесь я заказала. Вообще, из-за чего я делала заказ в Ашане. Я крайне редко там заказываю. Мне нужны были семена газона. И в Ашане они по самой выгодной цене были. А так как я буду там за забор сажать, то мне нужна была самая дешевая газонная смесь. В общем, я взяла вот такую вот универсальную газонную смесь. Она стоила 300 рублей, по-моему, 310 рублей. Здесь аж 900 грамм. Там была универсальная и была футбольная. Не знаю, в чем разница. Я немножко посмотрела. Состав просто в процентах разных трав по-разному. Написан. Ну, в общем, взяла универсальную. И чтобы заказать из Ашана в Сбермаркет, нужно было набрать минимум на 2000. И вот все остальное просто приложила к этой газонной смеси. А потом еще нашла у себя в Мегамаркете промокод на скидку 1000 рублей при покупке от 3000. И в итоге там сделала заказ в Мегамаркете через... Ну, то есть не в Сбермаркет, а в Мегамаркет. Но в итоге вот все равно пакеты Сбермаркетские. Это одна сеть. В общем, промокодом воспользовалась. И грех было не воспользоваться. И вот много продуктов докидала. Взяла 4 килограмма картошки. Взяла детские вот пюрешки для Саши еще. Что я там взяла? Туалетную бумагу я еще взяла. Такую большую упаковку. Ну, короче, просто докидала до всего. А, крабовых палочек много взяла. Там парцы крабовых палочек. Я в морозилку уже кинула. Я взяла аж 4 упаковки. Взяла еще огурчики. Бананы. Огурчики вот такие вот пупырчатые взяла. Они, по-моему, 130 рублей за килограмм стоили. Ну, должны быть хорошие. Бананы еще взяла. Помидоры взяла. Это я уже тут накидала все сюда. Обычно, кстати, бананы я не кладу с помидорами. Ну, у меня просто другая. Там полочка вообще забита. Поэтому так сделала. И два банана сегодня что-то положила. Тоже во фрукты не поместились. Там фруктов полная корзина. Саша мне тут уже порядки наводит. Помогает мне разбирать все. Я хотела сразу отсканировать. Но, походу, я ничего не отсканировала. Потому что за Сашей нужен глаз да глаз. Он может за одну секунду это достать. Может в рот засунуть то, что ему не нужно. Трогать. Да, Саш? Саше, конечно же, хочется помочь маме разобрать все. Да, скажи, я первый помощник. А еще с Мегамаркета заказала еще одну маме. Упаковку подгузников. Понравились мне эти подгузники. Но заказала не с Азона, а с Мегамаркета. Потому что там, опять же, кэшбэк классный был. И это не реклама Мегамаркета. Просто я действительно им пользуюсь. Старшие дети у нас сейчас на плавании. Сергей их повез. А Степа тут в приставку играет. Пока никто не отбирает. Никто не дерется ради этой приставки. А кто? Вот знаете, полгода лежит, никому не надо. Как только один взял, сразу всем надо. Все начинают друг у друга выхватывать. Так со всеми игрушками у нас. И вот, что покажу. Наконец-таки Никита дособирал этот пазл. Вчера вечером не лег спать, пока не дособирал. В итоге вот весь пазл собран. Но, к сожалению, у нас потерялась одна деталька. Одна деталька. Мы тут все обыскали, ковры поднимали. Но одной детальки вот не хватает. Но потрясающе. Карта получилась очень красивая. Красочная, насыщенная. Мы тут нашли Волгоград. Вот он. В общем, пазл мы собрали. Нет, Степа, это не папа приехал. Это у меня пылесос там самоочисткой занимается. У нас просто когда машина приезжает, когда гараж открывается, такой звук похож на пылесос. Поэтому Степа сказал, папа приехал. Саш, ты тут выдуваешь себе зубы? Вот стоит и выдувает. Выдувает, да? Не, ему не надо банан. Котик хочет банан дать. Саша, дай сюда банан. Не надо его обтирать. У меня сейчас, знаете, вот как никогда актуальна вот эта поговорка. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Что угодно готово дать уже Саше, лишь бы он не плакал. Вот сейчас достала туалетную бумагу. Ну все, ему даю, все ему не так, не этак и так далее. Начинает ныть, проситься на руки. Вот сейчас увлекся. Уже три минуты сидит. Я ему показала, как пирамидки строить. Степа тут прибежал, говорит, я хочу пирамидки, я хочу пирамидки. Саш, вот еще тут много у тебя. Не, не, не забирай только у него. Саня. Это что, труба у тебя? Саш, вот у тебя. Саша, Саша, вот. Да, я знаю, все тебе надо, Саша. Степа, твоя очередь. Ну вот, пять минут, и будет еще сидеть, и я пока вот эти вот пакеты уберу, соберу. Все, можно? Угу. Можно? Все. Давай, ломай. Скажи, я так хотела, так хотела сломать, да? Да, вот так, сломать. Саша очень хотел, это Степа, Степа построил. Да, можно ломать, можно. Давай. Можно, можно, можно. Он ходит на вершину пасни. Такие фотки. Большая, высокая, высокая, да? Он хочет... Сокая, высокая. Тебя туда, тебя туда. Вон какая. Угу. Теперь ты будешь строить такую высокую-высокую. Степа, смотри, как можно построить не только так, а вот так можно же построить. Мама! Ничего себе, да, как он, Саша? Ты ты. Жень, вот еще паснинка есть, маленькая. Сломал. Сломал. Все, сломал. Сейчас будем, знаешь, какую паснинку строить? Вот такую. Вот такие. Бузик, ты тут с ходуночками играешь, что ли? Вот Бузик любит очень сильно все игрушки, с которыми играет Саша. Вот прям малыш тот, малыш этот. Игрушки у них одинаковые теперь. Ну, если я Бузику отдельно, его кошачьи игрушки куплю, по-любому Саша в них будет играть. Это я на сто процентов уверена. Мама, все, готова. Готова? Степ, можно я пакетчики поубираю, а вы тут сами поиграете? Мотай. Саня, Саня, Санек. Саня, я тут. Саня, посмотри. Саня, посмотри на меня. Санька. Санюка. Ой-ой-ой, ты хочешь открыть сад? Да, Вик. Ты ему отступил, Бузик. Саня, открыть хочешь? Да, вот. Санька. Вот его машинка. Наша путь и тайгань. Вот она. А, так очень красиво. Саня, вот. Саня.